Еще раз добрый вечер, друзья. Давайте познакомимся немножко. Кто здесь дизайнер? Поднимите руки. А художник? Архитектор? Ну отлично. Давайте мы поговорим знаете о чем? Меня хорошо слышно? Вот так лучше, да? Скажите, пожалуйста, я всегда задаю такой вопрос в начале нашего общения. Это ни в коем случае это не обучение, это не мастер-класс, это творческое общение между коллегами. Скажите, пожалуйста, вот когда вы шли в профессию дизайнера, декоратора, архитектора, художника, какие цели вы ставили перед собой? Ну смелее, друзья. Ну что вы ждали от своей профессии будущей? Стать успешным. Кто еще? Какие цели ставил? Реализоваться в творчестве. Так, что еще? Денег заработать. Отлично. А еще что? Что-что погромче? Сделать жизнь красивую, да? Да, это все здорово. Но на самом деле, давайте будем честными, у всех у нас творческих людей, неважно, мы там писатели, музыканты, дизайнеры, художники, у нас всех есть нормальные здоровые амбиции. Мы хотим, что сделать? Завоевать мир, да? Кто не хочет? Все хотят. Вы не хотите? Вы хотите денег? Ну тогда здесь вы ничего не подчеркнете сегодня. Здесь мы обсуждали... Отлично. Здесь мы говорим о серьезных вещах. И давайте поговорим о том, как в России страна достаточно непростая в сфере дизайна и развития дизайна. Создать обычному дизайнеру, художнику, архитектору, создать бренд, который будет, скажем так, известен во всем мире. И ваши предметы, интерьеры, картины будут покупать также во всем мире. Я думаю, что это, наверное, будет всем интересно. И мы об этом немножко поговорим. Я чуть-чуть расскажу о себе. Я такой же художник, такой же дизайнер, как вы все. Закончил Академию Штиглицев в Санкт-Петербурге, кафедру промышленной графики. Долгое время занимался дизайном, рекламой, оформлением интерьеров. Оформлял книги, в том числе по здоровью, например. Помните, был такой писатель Малахов? Помните? Ну, наверное, люди моего поколения помнят. Человек, который обучал, как пить урину, например. Я технически оформлял. Затем у меня была своя компания небольшая. Я занимался оформлением города световыми вывесками. Делал различные журналы, книги, опять же. И в какой-то момент я понял, что я стою на месте. То есть я выполняю чьи-то заказы. То есть приходит человек и говорит, Кирилл, сделай там то-то, то-то, то-то. Поиграйся за шрифтами, с цветами и сделай еще что-то. И в какой-то момент мне это надоело. Я понял, что я не хочу работать над дядем. Я хочу сделать свою историю. А я очень много путешествую. Наверное, все дизайнеры любят путешествовать по Италии. И однажды в Милане я нашел галерею, совершенно случайно, великого дизайнера Пьетро Форнозетти. Кто его знает, поднимите руки. Ну, я думаю, что все знают Пьетро Форнозетти. Это один из величайших дизайнеров мира. И мне так понравилась его история. То есть он свои рисунки переводил на любые различные поверхности. На посуду, на жалюзи, на мебель, на фарфор, на все что угодно. На обои. И получалась великолепная история. Я подумал, почему бы мне не сделать такую историю в России. Пока я занимался бизнесом, ну, так называемым бизнесом в кавычках, я еще вел двойную жизнь. Я писал картины. Писал картины акварелью и складывал их в папочку. И никому не показывал, не продавал, нигде их не выставлял. Понимал, что когда-то они пригодятся. И однажды это время случилось. Оно произошло 10 лет назад. Я уволился с работы. И начался задумываться об истории подобной, ну, скажем так, по развитию, как у Пьетто Форназетти. Еще такой вопрос. Что самое важное для любого творческого человека? Вот самое-самое важное. Вдохновение. Что еще? Признание. Свобода. Что еще? Самое-самое важное. Без чего вообще невозможно быть любому художнику. Цель, яркая фантазия. Ну, таланты это понятно. Свободное время, амбиции. Это все хорошо. Но на самом деле самое важное, это найти свой уникальный творческий изобразительный стиль, по которому вас будут узнавать, как Ван Гога, например, как Уильяма Морриса, как Форназетти, как Версача и других великих дизайнеров. Это самое важное. Согласны? То есть, чтобы вам не приходило писать, не надо было писать на ваших изделиях, там, Дольче и Габбана, да? А чтобы по вашему рисунку, по вашей картине было понятно. О, да, это Рафаэль. Да? Согласны со мной? А как же найти вот этот самый тот стиль уникальный? Где его? Где его вообще найти? Это самая сложная задача. Для меня тоже была сложная. И я подумал, вот я был маленький и занимался в школе-студии при музее Эрмитаж. Все были в Эрмитаже в Петербурге, да ведь? Куда мне тыкать? В ту сторону тыкать? Я тогда, может быть, сюда сяду. Ничего, что я здесь посижу. Нормально? Ну, может, мне потом помогут. И я занимался в художной школе в этом кружке при Эрмитаже. И мне было тогда 4 или 5 годиков. И я тогда написал вот такую картину. Это был детский рисунок. Я не знал, кто такой Климт, я не знал, кто такой Филонов, я не знал, кто такой Леонардо Винчи. Ну, как бы слышал, но не знал, что они делают. И вот здесь я никого не копировал. Здесь вот я нарисовал так, как подсказывала моя детская какая-то душа, какие-то мои знания и переживания. Вот эта картина, она настолько меня вдохновила. Кстати, я вот могу всем говорить, всегда в интервью говорю, что у меня было две выставки в Эрмитаже. Звучит? Ну, это было в 4 годика. Но все равно это была выставка в Эрмитаже. И эта картина нашлась у меня в папочке. И я немножко ее переосмыслил, и это получилась вот такая. Вот такая картинка получилась. И я понял, что мне было бы интересно писать свои картины вот именно в таком стиле, где каждый предмет, каждая пылинка, каждая соринка, каждая волна проживает на бумаге свою жизнь. Вот представляете, волна ведь, да, вот она зарождается, волна. Она рождается, она проживает какую-то свою жизнь, умирает. И ведь она тоже имеет право на то, чтобы ее изобразили. И поэтому в моих картинах каждое существо, буквально там бактерии, радиолярии, микробы, какие-то травинки, былинки, соринки, они все имеют право на жизнь. Они все главные герои. Я не пишу там вторые планы, там третьи. Все мои герои имеют право на жизнь. И потихонечку я стал писать такие картины. Кто любит акварель, друзья? Раз, два, три. Я думаю, что все обожают акварель, потому что акварель – это самая сложная техника живописи. Сложнейшая. Сложнее, чем масло, акрил. Потому что я перепробовал все, вплоть до фортов, линогравюр, литографий. Потому что акварели нельзя ничего исправить, к сожалению. И это самая такая духовная и душевная техника, потому что вода натуральная, бумага – это тоже натуральное растение. Из него из растений делают. Затем, что у нас краска – это земляные в основном пигменты, деревянная палочка и кисточка. Все, больше ничего не нужно. Это раз. А во-вторых, это намного дешевле, чем писать маслом. Потому что тюбик масла стоит там 400 рублей. А я пишу акварелью «Ленинград», который я купил еще на первом курсе института. Я просто меняю красочки, которые заканчиваются. Ну, в общем, это как бы для бизнеса это хорошо. Но сегодняшний наш разговор ни в коем случае не о деньгах. Здесь мы говорим абсолютно о других вещах. Деньги – это хорошо, но мы говорим о более серьезных глобальных вещах, именно о создании своего имени. Мне кажется, если у вас будет имя, вы его создадите. Деньги – это уже приложится. Ну, поверьте мне. Сейчас я покажу разные фрагменты картин. И немножко расскажу о технике. Разные-разные картинки. Кстати, вот знаете, как зовут этого персонажа? На самом деле это Гаргона Медуза. Многие путают, что Медуза – это как бы существо, а зовут ее Гаргона. Нет, на самом деле это Гаргона, а зовут ее Медуза. И эта картина писалась в подарок Джанне Версачи. Я писал эту картину. Она достаточно долго не выходила у меня. Это мой автопортрет на то время. Картина была закончена. И, к сожалению, Джанне Версачи, помните, погиб. Его убили. И картина осталась у меня вот как напоминание. И она до сих пор висит у меня в студии. Кстати, похож я, нет? Похож, да? Размер картин в среднем – 60 на 60 сантиметров. И каждый сюжет от задумки до уже готового изображения уходит по времени где-то, наверное, около года работы. Это все акварели. Причем, когда меня принимали в Союз художников России, мэтры графики акварели, там, Тругот, Кукушкин, Емельянов, сказали, что нет, Кирилл, так акварелию писать нельзя, так никто не пишет. Я понял, что да, значит, я делаю все правильно. Большинство сюжетов – это моя фантазия. Плюс я добавляю такой, делаю микс с историями из различных мифологий мира. Из Библии, из Корана, из Калевала, из Илиады, из Одиссеи, африканские мотивы, какие-то японские, японская мифология. Все это перемешиваю, добавлю какую-то урбанистику и получается совершенно новое прочтение этих историй, всем известных. Ну вот, в частности, это маленький-маленький фрагмент картины, которая потом превратилась в платок, называется «Листопад». Ну, я коренной петербуржец и родился прямо в самом центре города, когда моя семья там живет, и рядышком с нами есть Александринский парк, где я вот в детстве вот таком маленьком гулял, и в воспоминаниях, как я гонял желуди по этому парку, вот родился такой сюжет, и потом стал платком. Кто у нас был на стенде у меня уже? А, так почти никто не был на стенде. Тогда потом зайдите, просто посмотрите, о чем я говорю, потому что картинки – это картинками, а когда вы трогаете эти предметы по посуду, там, не знаю, там, ткани, это совсем другая история. Ну, наверное, я думаю, наверное, все знают этот сюжет. Он был придуман 6 лет назад, я показал его на выставке, а потом все мировые интерьерные выставки заполонили фламинго. Я не хочу сказать, что всворовали, но, скажем так, вдохновились. В прошлом году я присылал свою коллекцию во Франкфурте, и была показана коллекция с лемурами. И я уверен, что сейчас все интерьерные подиумы будут в лемурах, поверьте мне. А теперь немножко о бизнесе поговорим. Я уволился с работы, нашел эти работы, и, вспоминая историю Пьетто Форназетти, я подумал, как бы мне создать такую историю в России. Я человек небогатый, у меня нет богатой жены, у меня нет богатого там папы-банкира. Я обычный дизайнер, который, ну, что-то зарабатывал, ну, что-то отложил. Вот у меня было отложено 3 тысячи рублей, 3 тысячи рублей. И я подумал, что нет, конечно же, коллекцию фарфора или обуви я не могу потянуть. И я подумал, что вот, почему бы не сделать на основе картин свои картин сделать шелковые платки. В принципе, это не самое дорогое вложение, и, в принципе, я могу его потянуть, ну, финансово потянуть. И где-то примерно год я разрабатывал концепцию платков. На основе картины я сделал несколько дизайнов, получилось, по-моему, 3-4 платка, по-моему, 3, да. Макеты были готовы, и я стал искать фабрику, которая мне сможет напечатать на натуральном шелке платки. Я написал во все фабрики мира, наверное, и во Францию, и в Швейцарию, и в Италию, и в Японию, и в Китай. В России на тот момент, на тот момент, к сожалению, не было фабрик, которые печатают на шелке, к сожалению. И мне буквально через месяц пришел ответ из одной итальянской фабрики, которая печатает платки Бриони, Кензо, Дольче Габбана. Они написали, что, Кирилл, нам так понравились ваши платки, что мы готовы для вас напечатать три экземпляра бесплатно. Представляете, это было чудо. И я отправил эскизы, и где-то месяца через полтора, вот я как сейчас помню, кто был в Петербурге вот недавно? Какая там погода у нас, помните, да, вообще? Жесть. И я помню, как раз вот это было 9 лет назад, декабрьский такой день, промозглый, терный. Когда у меня рождался сын, я присутствовал в природах. У меня были эмоции очень такие серьезные, такие, ну, я был очень рад, был очень взволнован. Ну, когда пришла посылка из Италии с этими тремя платками, я ее развернул, эмоции захлестнули все предыдущие эмоции. Потому что, скажем, ну, при создании сына я участвовал, ну, каким-то образом, да, а здесь я получил предмет, которым я был и мама, и папа, и дедушка, и бабушка, и все. То есть, вот, был, ну, вы меня понимаете, когда вот что-то вот вы напридумали, сделали, и это получилось в материале. На самом деле это огромное чудо, или, например, ваша книжка вышла в печати, или ваше там произведение сыграло оркестр симфонически. Ну, это, в принципе, эмоции зашкаливали. Вот. И пришел к соку ткани. Что с ним дальше делать? Все платки обрабатываются, знаете как, края. Вручную. И на тот момент в России никто не понимал, что это такое, для чего это делается. И я не мог найти портной. И для первой презентации моя мама подшила эти платки. Ну, она распорола эрмесовский платок, и посмотрела, как это делается, и кое-как подшила. Но получилось неплохо. Сейчас у меня, конечно, подшивается все уже очень, все хорошо. И вот у меня получились три платка. Ну, скажем, в любом случае, там, не важно, три платка, там, три стиха, например, или три, там, не знаю, там, три кольца, три тарелки. А я художник. Я сижу у себя в мастерской, как и большинство художников. И все художники, все дизайнеры считают, что они кто? Они самые-самые гениальные гении, к которым должны прийти Савва Морозов, там, например, да, там, или Третьяков сказать, что на тебе, там, миллион долларов, поехали в Париж, мы тебе устроим выставку. Так вот, никто к нам, к вам, никто не придет. Никогда. Поэтому нужно делать что? Нужно подняться со стула и пойти со своими произведениями в люди. Мой папа, он заслуженный художник России, он смеялся надо мной очень долго, где-то Центр Голд смеялся, наверное, говорит, ты, конечно, как корабельник, пойдешь своими тряпочками торговать. Вообще художники, честно вам скажу, считают дизайнеров, модельеров, ну, как бы, ну, не получили из них художники, но вот пошли в дизайн. Вот так они считают. У меня тоже было такое мнение, потом я кардинально его изменил, потому что быть дизайнером, это намного сложнее, чем быть просто художником. Ты нарисовал картинку, повесил, она закрыла свою дырку, а дизайнер должен обдумывать все-все-все позиции, он должен понимать, как создается предмет, и в конце концов, как его реализовать, и кому он нужен. То есть несложно написать картину, вот она висит, вот ты нарисовал, и все, и забыл. А, например, создать автомобиль или, не знаю, даже микрофон, чтобы он еще разговаривал с ним. Представляете, какой труд нужен. То есть дизайнера должно быть несколько профессий. И нас в академии, в штиклеце, учили, что ты должен быть великолепным рисовальщиком, великолепным инженером, технологом и менеджером. Но раньше не учили нас на менеджеров, нам приходится учить самому. И я подумал, что вот где мне мои эти платки, ну кому их вообще показать. Я поднялся и пошел, у нас есть такой проспект Невский, ну знаете, в Петербурге, да? И там всякие бутики, бутики. И я думал, сейчас начну с начала, зайду до конца пешочком, и буду заходить в всякие магазины, предлагать свои те вещи. Ну естественно, я был из всех магазинов послан подальше. И понял, что нет, что-то делаю не так, надо делать по-научному. И тогда я заказал книжку в интернете. Она называлась «Продвижение бренда от Армани до Зара». Я прочитал эту книжку и задумался. Там каждая глава, ну про каждый бренд рассказывали. Начиналась глава так. Ну мы вот взяли 2 миллиона евро, открыли в Лондоне офис, в Сингапуре, и у нас дела пошли еще лучше. Я говорю, ну отлично. И все статьи начинались так. 2 миллиона – это была самая минимальная сумма. Да, кстати, у нас был в Петербурге очень культурный форум, и мы общались с итальянским производителем Мехов. Он делает Меха для Версачи, для Фенди. И я его спрашиваю, что нужно вообще, чтобы добиться мировой известности? Он говорит, а это все просто. Сольди, много сольди, очень много денег. Но у нас разговор сейчас о другом. Так вот, я нашел главу, знаете, такого дизайнера Мэтью Уильямсон? Ну, это фэшн-дизайнер, который сейчас сделал коллекцию обоев, тканей, очень красивые вещи. И там написана его история. Он написал, что он закупал ткани в Индии и сшил из них шарфы. И продавал их в Лондоне. Знаете, это индийские шарфы, да? Ну, это ужасные вещи. Индийские огурцы, там какое-то... И Мэтью Уильямсон взял свои шарфы и послал в редакцию журнала Vogue. Все знают журнал Vogue, да? Это вообще библия для фэшн-дизайнеров. И он написал, что мои топлаки так понравились. Так понравились в редакцию, что вы пригласили в редакцию. И сказали, что если вы будете сотрудничать с магазином Harrods, знаешь, что такое Harrods? Это как ЦУМ, только на порядок круче. Где продаются величайшие бренды мира. И он пишет, что я взошел в Harrods, договорился о продажах. А у меня был опыт общения с Harrods. Мне предлагали продавать там свои вещи. Они им прислали вот такенный договор с такими штрафными санкциями. Я понял, что я занимаюсь всем один. И я понял, что я не потяну эти санкции с нашими доставками, с нашими границами. К сожалению, не смог. Ах, ну вот Мэтью Уильямсон, он там все договорился с Harrods. А потом, он говорит, мы сели с моим другом на самолет, улетели в Индии, открыли фабрику. Открыли фабрику. И у нас все началось. Я понял, что если такую книжку видите, не покупайте. И никакие книжки не покупайте. И если вам будут говорить, что нужно делать то-то, то-то. Вот я рассказываю о своем опыте. Я вас не учу. Я просто рассказываю об ошибках, о каких-то, может быть, удачах. И дам все координаты, с кем я сотрудничаю, если это кому-то интересно. И я понял, что нужно написать еще во все модные журналы. Что есть такой-то дизайнер, он делает такие коллекции. И я, опять же, написал во все журналы мира. И написал во все компании, которые занимаются примерно таким же бизнесом, как планировал я, платками, аксессуарами. Мне не ответил никто, кроме одной компании. Знаете, какой? Компания «РМЭ». Знаете, такую компанию? Ну, это мировой лидер в производстве товаров «Люкс». Они мне написали, что спасибо за ваш вопрос, мы вам ответим позже. Это был робот, конечно же. Но сам факт, что мне ответили из «РМЭ», мне очень порадовал. И сейчас картинки еще полистаю. Сейчас покажу немножко платков чуть-чуть. Знаете, как называется платок этот? Он называется «Мужской разговор». Очень популярный у французов. Этот сюжет называется «Пасха». В нем собраны все традиции празднования этого праздника. И католические, и православные, и иудейские. Кто здесь видит кролика? Что-что? Птичек? А! Это не птички, это петухи. Все? Кто здесь найдет кролика? Пасхального. Да, но он там есть, в общем. Это один из моих любимых сюжетов. Называется «Летающие фрукты». И еще очень важный момент для дизайнера, для художника, который хочет создать что-то уникальное. Когда вы придумаете идею, придумали, вам кажется, что она такая уникальная, неповторимая, вы обязательно ее проверяйте. Всем своим студентам, коллегам я это очень постоянно вдалбливаю. Я проверяю все свои идеи на вторичность по тысяче раз, чтобы, не дай бог, ни у кого-то не сложилось какое-то впечатление, что это где-то они видели. Сейчас мы делали коллекцию фарфора, и мы выбирали цвет. И мне очень нравился изумрудный цвет, но все сказали, что цвет похож на Тиффани. И хотя мне этот цвет очень нравился, но я был вынужден его исключить из коллекции и сделать другие цвета, чтобы не было никаких ассоциаций ни с кем. Ну вот, просто поточки разные. Это имиджевые фотографии. Когда я задумал всю эту историю о развитии бренда, я дал себе слово, что ни один заказчик, ни один заказчик не сможет мне прийти и сказать, Кирилл, нарисуй нам то-то и то-то. Ни в коем случае. Все сюжеты, которые я предлагаю, я все придумываю сам. И, ну скажем, почему я, скажем, не занимаюсь интерьерами? Я не могу общаться с клиентом напрямую. Сейчас вот учат, как там общаться правильно с заказчиком. Я не могу. Меня заказчики бесят, честно говоря. Вот, поэтому я прикрылся дизайнерами, декоратами, архитекторами. Я продаю им свои предметы, а они уже пускай там разбираются дальше. Мне кажется, такая позиция, ну, моя она такая. Я дал себе слово не делать ничего под заказ, но буквально три года назад мне позвонили из музея Карла Фаберже в Петербурге. Все были в этом музее. Кто не был, обязательно съездите, посмотрите великолепный музей. И мне предложили, сказали, что, Кирилл, вот мы видели ваши картинки в интернете, вы могли бы нам для нашего музея сделать коллекцию платков? Ну, я, честно говоря, недолго думал, потому что бренд Карла Фаберже это единственный бренд дизайнерский, который известен во всем мире. Российский. Сейчас никого круче Фаберже, пока Россия не может предложить миру ничего. И, естественно, я подумал, ага, есть такое понятие бренд-локомотив. Вот для меня Фаберже был брендом-локомотивом. Естественно, я согласился. Я был готов даже сделать бесплатно, хотя они мне неплохо заплатили. И на этот проект потратился где-то полтора года примерно, на три платка. И было два условия, которые я выставил. Это первое, то, что я делаю, выбираю сюжеты сам, делаю в своем авторском стиле, и на каждом платке и на упаковке будет написано «Кирилл Ловчинников для музея Фаберже». То есть в музей приходят тысячи человек в день, продаются платки там эти великолепные и разлетаются по всему миру. Это для меня бесплатная реклама. То есть вот такая бы реклама стоила сумасшедших денег, она для меня бесплатна. И получились вот такие платки. Этот называется «Ландыши». Кстати, я один платок привез на свой стенд. Его можно просто будет вживую посмотреть и потрогать. Ну вот это как бы детали, фрагменты платка. Ничего, что я вот ухожу за экран, да? Вот разные фрагменты. Второй платок – это коронационная карета. И третий платок называется «Птичий двор». Здесь изображены различные фигурки. Бронзовые, позолоченные. Мастерской Фаберже. Вот они сделаны в таком моем фирменном поле цветовом. Расскажу, кого интересует вопрос установления стоимости на свои предметы. Как понять, как понять… Вот вы написали картину, да? Или сделали там тарелку или платок. Как вот понять, сколько стоит? И чтобы, во-первых, не продешевить, а во-вторых, чтобы не поставить слишком высокую стоимость, чтобы это продавалось ведь. Я тоже пошел по научному пути. Я посчитал аренду помещения, труд затраты, питание, проезд, я не знаю. Все посчитал. А потом открыл сайт, скажем, Эрме посмотрел, сколько они стоят платки и подумал, что процентов на 30 я пока стоимость сделаю ниже, потому что качество у меня ничуть не хуже, сюжеты, может быть, даже интереснее. И, честно говоря, я не прогадал. Вот именно вот нужно выбрать, скажем, такой ориентир ваш, ну, скажем, по качеству, посмотреть, какая это стоимость, и вот процентов на 30 для начала. Для начала, потом можно поднимать, в зависимости от того, как будет развиваться, но 30% меньше той цены – это, мне кажется, идеальная стоимость, и будет понятно людям, почему это столько стоит. И я помню, когда я написал все журналы, помните, я не рассказал, немножко момент пропустил, и написал в разные русские журналы, тоже письма написал, и мне ответил один журнал петербургский, очень такой маленький, называется «Дресс-код», и сказали, что мы не знаем, что в России люди есть, которые занимаются платками, мы возьмем у вас интервью бесплатное. Я сказал, у меня денег нет. И они написали про меня интервью, и потихонечку стала какая-то узнаваемость в городе, такая местечковая, очень маленькая, такой фэшн-тусовки. Я понимаю, что петербургская фэшн-тусовка, она не такая, как и московская, хотя она тоже существует, как ни странно. И меня пригласили продаваться в одном небольшом магазине русских дизайнеров. Я отдал туда свои платки на реализацию. Естественно, никто их не выкупал, на реализацию. И буквально через три дня мне позвонили, сказали, что приезжайте за гонораром. Я подумал, что какой человек может купить цветную тряпочку за 15 тысяч рублей, ни много, ни мало. Оказалось, это был мой первый клиент, который до сих пор коллекционирует все мои платки, у него есть вся коллекция. И первые платки, которые были 9 лет назад сделаны, они уже раритеты. Мне не переключается. А, ну ладно, хорошо. Все, извините. Вот. И потихонечку стали платки продаваться. К этому времени уже появилась фабрика в Москве. Если кому-то интересно, как она называется, я потом все расскажу, все координаты дам. Я стал печатать платки, и они стали потихонечку продаваться. Они продавались неплохо в Петербурге. Но очень многие мои клиенты сказали, Кирилл, а почему вы не делаете одежду? На самом деле одежда, это логично. Ну, я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Я не модельер, и я не умею разрабатывать одежду. Я понял, что нужно с кем-то кооперироваться. То есть еще очень важный шаг для начинающего дизайнера правильная коллаборация. Знаешь, что такое коллаборация? Например, вот Бошу Кучинский, помните такой, Рубчинский, да? Вот он сделал какую-то коллекцию с Адидасом, Рубчинский, вот. И сразу о нем заговорили. Хотя там говорить не о чем. И я нашел модельера, который на моих эскизах создал одежду. Получилась очень красивая одежда. Сейчас я вам покажу. Это были туники, платья, халаты. Очень интересная сейчас у меня коллаборация идет с изглавителями купальных костюмов. Вот я им уже даю рисунок, и все, и забыл. Они сами шьют, и мне просто потом пересылают проценты за продажи. Помните этот мужской разговор, да? Который был на платке. Вот он появился и на купальниках. Ну, естественно, я не мог обойти своим вниманием моих джентльменов. Все, наверное, видят, как одеваются итальянские мужчины, французские, англичане. Русские мужчины нам еще очень до них далеко. Естественно, я не мог обойти мужчин и сделать для них коллекцию платков паше. Это платки для кармана пиджака. Различные шарфы, тошне. Ну и галстуки бабочки, естественно. Следующим этапом я решил сделать коллекцию фарфора. Тоже покажу немножко. Все это можно, ну почти все можно увидеть на стенде, потрогать и посмотреть. Все это мы делаем в Санкт-Петербурге на небольшой мануфактуре. И вот совсем это неплохо продается. Вот эти чашечки можно будет увидеть на стенде. Не стать вот этой штучкой, я не знаю, куда ее тыкать. Сейчас, извините, пожалуйста. Сейчас. Спасибо. Вот теперь мы сможем нормально работать. Вот чашечки разные. Так, а здесь у нас что? Вот. То, что я сейчас показывал, это были достаточно дорогие коллекции. Там очень много ручного труда. Очень дорогие материалы. А нужно ведь как-то еще деньги зарабатывать, да, дизайнеру. У меня до сих пор нет ни инвестора. Я занимаюсь всем, всем самым. Начиная от задумки, заканчивая продвижением. И вот такими вот встречами. Я решил сделать коллекцию более демократичную по цене. То есть, которая бы хорошо продавалась, была бы недорогой. И, скажем, позволяла мне заниматься, ну, другими коллекциями. Коллекция называется, ну, городская. Кириловчинников Сити. Видите, в эту коллекцию вошли совершенно удивительные свитшоты. Такая полуспортивная одежда. Опять же, мы все делаем в Петербурге. И шьем, печатаем. Ну, этот сюжет «Алхимия» — это основной рейтмотив моего стенда. Там вы можете увидеть обои и что-то еще. Как думаете, что это такое? А вот чтобы продать дождевик по нормальной цене, нужно, знаете, что сделать? Нужно его правильно назвать. На самом деле, это «Мантия от дождя». Звучит? Ну, дождевик там, ну, а мантия от дождя, вот уже можно ее представлять как серьезное такое произведение. Для Петербурга это очень актуальная вещь, в принципе, для Европы. Они тоже очень неплохо продаются. Тоже очень много разных моделей. И, конечно, мы сделали зонты против ветра, такие с двойным слом, с двумя слоями. Очень большая коллекция зонтов. Ну, и вот буквально совсем свеженькие такие пирожки. Это кожаные сумки. Такие для путешествий, для спорта, ну, и, в принципе, для вечеринок. Тоже мы их изготавливаем в Петербурге. Не нужно никуда ехать, ни в Турцию, ни в Китай, там, не знаю, никуда в Италию. Великолепные качества. И по стоимости вы будете удивлены. Вот такие сумки. Чехлы для телефонов, да? На самом деле называются защитные футляры для коммуникаторов. Нормальное название? На самом деле, я обычно студентам говорю, ребята, вот если вы хотите, чтобы ваши вещи были узнаваемые, вот начинайте даже не с платков, а начинайте с чехлов для телефонов, потому что эта вещь в изготовлении недорогая. Вы наносите свой рисунок уникальный, там, какой-то принт, я не знаю. И вот напечатали за очень недорого. И вы можете их там продавать, дарить, рекламировать его. И это такой носитель, который вот рассказывает все, все за вас рассказывает. Очень много вариантов. Теперь я немножко расскажу о ювелирной коллекции. У меня сейчас на сегодняшний день два направления. Одно такое ювелирное-ювелирное, это там золото, бриллианты, эмаль. Ее мы производим в Петербурге. А вторая коллекция, это такая бижутерия ювелирная. Опять же, в интернете меня нашли швейцарские изготовители. И мы сделали с ними, так, это мы делаем в Петербурге, ювелирные браслеты. Фишка этих браслетов в том, что здесь можно менять ремешки, как на часах. То есть, например, захотели сегодня под красное платье надеть зеленый браслет, нажали на кнопочку и поменяли браслет. Все очень просто и очень технологично. И вот эта коллекция, наверное, многие знают компанию Фрайвилля, ну вот это та же технология, то есть это не эмаль, это печать на металле. У них тоже не эмаль, но у нас стоит на порядок дешевле, конечно же. Вот разные браслеты. А, вот теперь вернемся, наверное, к вашей такой более любимой теме. На самом деле, я первый раз на Батимате и первый раз представляю в России свою интерьерную коллекцию. Первый раз. Задуман она была два года назад. И в эту коллекцию вошли, ну, наверное, никто не знает, но сейчас узнаете. Вошли коллекции кафельной плитки. Причем мне очень повезло, я выложил эскизы этой плитки в интернет. И через день мне позвонила огромная компания, которая продает итальянскую плитку, и сказала, что мы хотим вашу плитку продавать. И в три месяца у нас в Петербурге висели огромные билборды с такими кроликами, с ольвами. Все обложки журналов интерьерных петербургских были вот в этой плитке. И это дал огромный толчок по продажам и по узнаваемости. И сейчас она прекрасно продается и в Петербурге, и в Москве. Кстати, в Москве можно тоже посмотреть. Это декоры, это фоновые плитки, есть панно. В общем, огромное количество разных вариаций. Коллекция бестиарий. Ну, как это может выглядеть в интерьере, как декор, а может быть просто какими-то панно. Это уже как декораторы, дизайнеры захотят. То есть вариаций просто бесчисленное множество. Плитку тоже делаем в Петербурге все. Ну, конечно, подушки вошли в коллекцию домашнюю. Ну, и я считаю, что это наш хит. Ну, вообще просто хит. Это настенные покрытия и обои. Основная особенность, скажем, вот так, для дизайнеров, для декораторов в том, что любой сюжет, почти любой сюжет, можно, во-первых, масштабировать, а во-вторых, делать его в уникальной цветовой гамме. Например, вы захотели интерьер, ну, вот, например, вот этот сюжет, чтобы он был не на синем фоне, а на зеленом или на черном. То есть все это можно сделать в Петербурге очень быстро, качественно и очень недорого. То есть на сегодняшний день вариантов обоев более 50, плюс цветовые расцветки различные. Ну, я люблю всяких сменожек, например, вот они вот такие всякие смешные. Ну, вот этот фламинго, про который я рассказывал, который вот потом вот все им вдохновились. есть, ну, есть такие классические коллекции, вот в Ромбик, например, есть такие. Вот эта коллекция называется «Зимний сад», но это один из самых продаваемых сюжетов у нас в мире. Мы высылаем его метрами во все страны, в Америку, и в Дубай, и в Японию. Ну, наверное, все видели «Слемур», да? Не все? Ну, вот смотрите. И насколько они могут быть разными на разном цветовом фоне, видите? Абсолютно разные решения получаются. Например, для постельного белья. Сейчас мы тоже будем встать постельное белье, и я думаю, это будет очень круто смотреться. Ну, разные-разные тоже сюжеты. Как вы думаете, что это такое? Да. Нет, ну, это пока все это обои. На самом деле, я рыбак, я очень люблю ловить рыбу, и я создал блесна, такие фантастические для ловли, фантастических рыб. И вот они вот… Это к тому, что, опять же, все сюжеты проверяются на вшивость, на вторичность. Такого вы видите ни у одного бренда. Хотя вот сейчас, если я показываю, наверняка потом встретите. Вот те же блесны, но композиция совершенно другая и впечатление от интерьера получается абсолютно другое. Например, как может выглядеть номер в отеле или в каком-нибудь клубе, в каком-нибудь гостиной. Причем использовал один и тот же сюжет, только разные цветовые решения. Или вот тот же самый сюжет, но уже в каком-то кабинете. Помните летающие фрукты на платке? Еще он, короче, смотрится на обоях. Все говорят, что в детскую. На самом деле, в Петербурге уже два бара заказала у меня такие обои в свои интерьеры. Ну вот разные-разные. Просто все не показать, к сожалению. Вот это реальные интерьеры. Естественно, конечно, всю комнату такими активными панно делать, наверное, не рекомендуется. Какие-то акцентные стены, шторы, не знаю, там, скатерти, посуда, абажуры, например, мебель. Здесь представлена вышивка, хотя я вышивку не люблю, потому что, ну, во-первых, вышивкой занимаются все дизайнеры, а во-вторых, ну, у меня стойка переходов цветовых красок, что вышивка, к сожалению, не передает все этой эстетики. Это макеты кресел, а настоящее кресло можно писать на стенде. Ну вот это моя помощница. Она мне помогает работать. Еще расскажу о коллаборации, которая тоже вошла в коллекцию Home. Это коллекции домашней и уличной обуви. Есть в Петербурге компания, которая занимается изготовлением обуви, вручную все. И основная их фишка в том, что они используют мотивы, ну, таких интересных художников. У них есть коллекция с Уильямом Моррисом, с Малевичем, с Дали, с Матиссом и вот со мной. Эту коллекцию мы представляли три года назад в Монте-Карло. И, честно говоря, никто из итальянцев, французов, англичанин, никто не велел, что вся эта история из России. Потому что из России они привыкли видеть что? Москва, Гагарин, Матрешка, Пали, Хохлома. Это все очень круто. Я очень, кстати, отношусь с большим уважением к народным промыслам, но к серьезному дизайну отношения это не имеет никакого. И вот такие всякие различные слиперы. Это можно носить. Очень качественно сделано. И, честно говоря, по стоимости намного дешевле аналогов. Гуччи или Фенди, Феррагаму. Эти можно, кстати, посмотреть у меня на стенде. Это с вышивкой. Ну вот, собственно, я вот так вкратце рассказал. Может быть, что-то упустил. Если есть вопросы, то задавайте. Да, полтора года назад был случай в Петербурге. Я выставил свои платки полтора года назад в Москве на выставке СПМ. И какая-то барышня ходила там и купила у нас кучу платков. А потом я так понял, что она их отпечатала, отсканировала платки, напечатала в Китае и продавала их по 3000 рублей в Петербурге, где знают мои платки все. Естественно, мне позвонили, сказали, что, Кирилл, ваши платки продаются там-то, там-то. Это правда. Я, естественно, прилетел туда же. Был такой небольшой скандал. Но, к сожалению, юридически я никак не смог ее прижать, потому что она бы все убрала. И, ну, ничего не смог сделать. Просто в интернете, конечно, потом я опубликовал пост. И мои подписчики, конечно, там загнобили эту тетеньку. Там сжечь, четвертовать, утопить, потом еще достать. Да? Серьезно? Ну, может быть. Ну, вот видите, ну, а как? Да? А где? Кузнецкая, да? Ну, вот видите, этого не избежать, к сожалению. С одной стороны, это, конечно, может быть и как бы хорошо для узнаваемости, но пока хорошо. На самом деле это хорошо, потому что у моего бренда не такая большая известность, скажут, там, как бы, Герме, Эверме, например, Луи Виттон, пока еще нет, потому что им сто лет, а мне всего лишь будет десять. Поэтому пускай подделывают. Так что вот, ну, не избежать. Еще? В Москве пока нет, только в Петербурге, в Таллине, в Калининграде. Но это все есть на сайте, есть контакт, да, есть контакт, с кем можно связаться, кто занимается, будет заниматься продажами тканей, обоев и всего. Все это можно на стенде у нас узнать. Так что, добро пожаловать. Да. Да. Смелее, смелее. Давайте. Меня вот интересует, как внутренний цех устроен у вас. Внутренний цех устроен, как все-таки все, что вы производите, реализуется, в том числе, какова ваша роль, то есть в том числе техническое оснащение. То есть в чем вы работаете, все ли вы делаете от руки, или все-таки у вас есть команда людей, которые дальше все это технически как-то переводят дальше, 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 чтобы это превращалось в обои, в фарфор и так далее. Ну, если можно. Спасибо, да. Это вот очень частый вопрос. Присяду. Очень частый вопрос. На самом деле никто не верит, что я занимаюсь всем один. Это правда. Я и готовлю к печати сам. Потому что, когда изображение, ну, нарисованная картинка, я ее сканирую. Затем в программе Photoshop, которую я великолепно знаю, и все графические редакторы, потому что я график. Я занимался логотипами долгое время, в общем, книгами. Я это все знаю досконально. И в программе Photoshop я картинку увеличиваю в 10 раз. Убираю соринки, пылинки, что-то дорисовываю. На это уходит где-то еще месяц-полтора работы. И затем я готовлю к печати специально для плитки, специально готовлю по-другому совершенно для шелка, там для кожи. Да, это все делаю я сам. На это уходит очень много времени. Плюс я еще езжу по стране и по Европе. И вот в свете таких встреч, как с вами сегодня, я, может быть, даже себя как-то рекламирую. Вот у меня постоянно по 2-3-4 встречи в месяц. Это Калининград, Сочи, Италия, Таллинн, Прага, не знаю, Москва там по несколько раз в месяц. Вот такие вот встречи. Ну, мне кажется, популяризация, в принципе, они мне не сильно дорого обходятся, потому что, опять же, я повторюсь, что у меня нет инвесторов. Вот он сейчас, возможно, появится потенциальный, возможно, потому что мы сейчас будем делать мебель, будем делать светильники, будем делать еще кое-что, очень серьезное, такое большое, пока не буду говорить, что. Поэтому сейчас, конечно же, мне как дизайнеру, художнику, я не бизнесмен, мне самому это не потянуть. Поэтому, скорее всего, появится инвестор, который поверит в меня. Опытовых нет. У нас тиражи очень маленькие. Например, я заказываю платок, 10 штук. Потом это продается, я делаю этот же сюжет, но что-то меняю в нем. Цветовую гамму, какие-то надписи, какие-то рамочки, что-то меняю. То есть, очень считайте, что это по одному платку. Это вообще ни о чем. То есть оптом, ну, у меня вот только Фаберже покупает опту. И все. А так, ну что, 10 штук, это же не опт. Ну, начало. Вот в этом году будет 10 лет. Да, на самом деле, это, конечно, это серьезно. Конечно. Вот меня, я восхищен, я просто Кирилла знаю, вот, по институту. Вот. И вы знаете, вот это произошло буквально на глазах его рост, и он удивителен, конечно. Вот. То есть, даже себе, ну, допустим, я бы не мог себе вообразить, что такое может быть. Это фантастика. Вот. Я хочу поздравить Кирилла с тем, что вот это все чудо получилось. Но за этим стоит большой труд. И поэтому у меня вопрос к Кириллу. Кирилл, скажи, откуда, то есть, тебе удается отдыхать? То есть, сколько, ну, вернее, ведь много времени занимает этот труд. И скажи, как тебе удается все это сделать и при этом еще отдыхать? Спасибо. Спасибо. На самом деле, мы с Игорем учились в одной группе, в Академии Миштигрица. И, ну, вот вы думаете, что я работаю? Нет, я сейчас сижу, отдыхаю. И то же самое я делаю, когда сижу за компьютером или работаю. это, это есть отдых. То есть, самый кайф в жизни это найти то, что, чем тебе заниматься настолько прекрасно и хорошо, а если ты еще за это что-то получаешь, так вообще жизнь удалась. На самом деле, это, ну, видите, в чем еще очень важный момент. Когда я учился, я думаю, что и сейчас то же самое, потому что я очень часто выступаю, ну, встречаюсь с студентами в Академии Штигрица, там, сейчас вот в Строгловску меня пригласили, потом в какую-то у нас текстильную Академию. И никто не дает студентам, начинающим, у которых выпускники уже, никто не дает такой науки, как продвижение себя. То есть, все выходят, вот они вышли там каждый год тысячи дизайнеров. Они вышли и куда им, что им не те, ну, объявления делать, да, в газетах, что там еще, они не могут больше ничего. Как вот, куда им деваться. И поэтому до сих пор это не дает. Вообще никто не дает. Хотя это для дизайнера, это очень важно, продвижение своих идей. Даже не обязательно себя, а именно своих идей. И вот поэтому я и здесь тоже. Если интересно кому-то, кому-то показалось полезным, то я очень рад. Добрый вечер. Я была на вашем стенде. И сейчас мне хочется вернуться туда еще раз, потому что, прослушав ваш рассказ, хочется уже совершенно другим взглядом посмотреть, потрогать, прикоснуться к тому, что представлено на стенде. У меня вопрос такой двойной, может быть, немножко личный. Вы сказали, что вы из семьи художника, и у вас есть сын, не знаю, может быть, еще дети есть. Скажите, ваша творческая жизнь, она как-то отдает оттенок, отпечаток на развитие ваших детей? Может быть, они обучаются тоже в этом направлении, или они абсолютно такие приземленные люди, далекие от искусства и творческих порывов? И вторая часть вопроса. Расскажите, как вы учились в школе? Вы были прилежным учеником или, как многие творческие люди, были, ну, так скажем, не лучшим в школе? Спасибо. На самом деле, когда я все задумывал, всю эту историю, у меня опять же все стояло перед глазами премьер Пьетро Форназетти и его сына. Форназетти сделал свою историю и думал, что сын будет продолжать ее. Но сын сказал, что нет, я буду заниматься чем-то другим, и на 20 лет пропал. А потом, когда папа уже скончался, он понял, господи, папа-то чем, кто был папа, чем он занимался, какие можно деньги-то делать, то ого, вернулся и сейчас развивает это направление и в Форназетти новый виток, вообще всплеск. Я планировал то же самое. Думаю, все, мой сын вырастет, будет продолжать. На самом деле, ему сейчас 19 лет будет, он не сильно понимает то, чем я занимаюсь, хотя он гордится, но он мне пишет музыку, он композитор, он ее даже где-то там на каких-то сайтах продает что-то. Ну, в общем, и неплохую музыку пишет, я просто само музыкальное образование, я 10 лет учился на фортепиано и слово о школе. Учился я очень хорошо, но по двум предметам, по остальным не очень. Ну, я не технарь, поэтому у меня мама технарь, она вот сделала за меня всякие домашние работы, я вообще в этом ничего не понимаю, хотя у меня было по химии два, но мне пришлось два года назад выучить химию, потому что я создавал сюжет, алхимия сюжет, и химия мне была нужна. И для многих своих, скажем так, сюжетов я изучаю, продолжаю, там, скажем, биологию, ботанику, физику, это мне очень помогает, конечно. Ну, обожаю литературу, историю, хотел быть археологом. Вот, поэтому сын пока пишется музыку, но пока он, ну, еще не дорос, может быть, умственно, ну, может быть, там, когда я закончу свои дни, может быть, он что-то продолжит. Пожалуйста. Так что, если вопросов нет, то добро пожаловать на стенд, там можно все подробнее посмотреть и потрогать. Спасибо большое.